Добрый день, меня зовут Дмитрий, я геофизик управления поевых и смородичных работ Бедруснефти. Вчера при попытке начать забастовку были уволены наши коллеги-нефтяники в соседнем управлении. В связи с тяжелой общественно-политической ситуацией в стране, а также правовым дефолтом, я хочу обратиться к коллегам, друзьям и всем гражданам этой страны. Под бременем финансовых обязательств, а также страхом оставить семьи без средств к существованию, многие из нас продолжают свою трудовую деятельность. Вместе с этим я хочу получить ответы на свои простые вопросы. Как я могу продолжать свою трудовую деятельность в ситуации, когда моему другу угрожают сломать колено в автозаке и избивают его за отказ разблокировать телефон? Я хочу понять, как я могу спокойно работать, когда моя подруга выходит на беговую дорожку со словами «Я должна убежать от людей в форме и без обосновательных знаков». Я хочу понять, как я могу спокойно отдыхать, когда журналистов, которых я читаю, десятки дней содержат в тюрьмах за то, что они профессионально выполняют свой долг. Я хочу понять, как я могу спокойно чувствовать себя гражданином этой страны, когда десятки и сотни людей избиты, когда были убиты люди, и этому не дана правовая оценка. Нет уголовных дел. Хочу напомнить о решении профсоюза Белл-Нефтехима, где всячески осуждалось применение насилия стороны силовиков гражданам этой страны. Я хочу понять, как можно жить в ситуации, когда каждого из нас могут избить или подвергнуть репрессиям за свои общественно-политические взгляды. Я призываю всех коллег. Я знаю, что нас много. Я знаю, что мы очень боимся начать вырагать свою позицию. Каждый должен делать то, что считает для себя приемлемым. Но мы должны перестать молчать. Кто-то пытается устраивать забастовки, как наши коллеги из Гродно-Азота. Кто-то выходит на улицы и подвергается избиениям и штрафам при попытке выразить свое несогласие с ситуацией в стране. Кто-то отдает треть своей зарплаты нуждающимся. Я прошу вас, друзья, мы обязаны перестать молчать. Также я хочу обратиться к нашему руководству. Сотрудники БДУРСнефти – это тысячи людей. Вы прекрасно знаете, что в коллективе очень много несогласных. И они молчат из-за чувства страха. Как вы планируете добиваться производственных задач в условиях, когда инженеры, рабочие находятся под постоянным стрессом? Да, у нас очень хорошая зарплата. Но получая ее, мы также должны жить в обществе. Как, получая зарплату, мы сможем учить детей, если там останутся учителя, которые согласны с политикой партии и не имеют своего мнения? Как, получая большие деньги, мы сможем жить в стране, где все адекватные врачи уедут? Как мы сможем общаться и разговаривать в ситуации, когда могут приехать сотрудники форума и избить нас? Я не знаю, как ответить на эти вопросы. Но без общественного диалога у этой страны и у нашей компании в частности не будет будущего.